В детстве, когда мне задавали вопрос, с кем я хочу стать, когда вырос, то я отвечала не много, не мало президенту. Сейчас бы я бы уже, наверное, ответила премьер-министром. Хотя на самом-то деле не так важно, кем мы станем, когда вырастем. Будем ли мы государственными служащими, корпоративными юристами, выберем ли мы ту же самую политическую карьеру. Самое главное – это то, какие традиции мы привнесем с собой в свою будущую профессию. Юридический факультет Российского университета дружбы народа воспитывает на нас в уникальных традициях уважения не только российского права, но и международного, и права зарубежных стран. Мы выпускаемся действительно уникальными специалистами. Юрист – это очень важная профессия в нашем обществе, поскольку у нас многие конфликты и проблемы связаны с правонарушением и преступлением, и нарушением прав и свободы человека. И надо с этим бороться. Именно поэтому я поступил на юридический факультет. 50 лет назад в структуре Российского университета дружбы народов появился факультет экономики и права, предшественник юридического факультета. Главной его задачей была подготовка национальных кадров юристов и экономистов для молодых, независимых государств Азии, Африки и Латинской Америки. Первоначально обучение осуществлялось по специальности международное право, что отвечало основному назначению. Начало юридическому факультету было положено созданием кафедры теории и истории государства и права. Первым ее заведующим стал Александр Филиппович Шибанов, великолепный организатор, прекрасный знаток отечественной системы юридического образования, блестящий юрист и педагог. В последующие годы кафедры факультета активно развивались, реорганизовывались, формировалась их структура, происходило укомплектование кадрами. В 1980 году было принято решение завершить подготовку студентов по специальности международное право и начать обучение по специальности правоведения. В 1995 году факультет экономики и права был преобразован в два факультета – юридический и экономический. С этого времени юридический факультет существует как самостоятельная единица в структуре Российского университета дружбы народов. В течение всего периода своего становления юридический факультет возглавляли выдающиеся деятели науки, заслуженные профессора, блестящие специалисты своего дела. Это Александр Филиппович Шибанов, Николай Владимирович Черноголовкин, Николай Андреевич Струков, Азат Аркадьевич Засухин, Василий Иванович Смолерчук, Людмила Гавриловна Малышева, Виктор Павлович Мозолин, Олег Андреевич Житков, Юрий Михайлович Швырков, Анатолий Яковлевич Капустин. В настоящее время факультет возглавляет кандидат юридических наук профессор Виктор Федорович Понько. Пятидесятилетие юридического факультета – это первый официальный государственный юбилей. Но жизнь не стоит на месте, и мы ставим перед собой очень высокие амбициозные цели и задачи. Мы считаем, что юридический факультет должен быть в тройке лидеров юридического образования России и входить в первую десятку юридических вузов мира. Для этого у нас все есть. У нас есть прекрасный профессорско-преподавательский коллектив, у нас есть прекрасная учебно-научная и материально-техническая база, и самое главное – у нас есть прекрасные студенты. За время своего существования факультет завоевал авторитет на международном уровне, выпустив квалифицированных специалистов, которые стали известными деятелями в своей области. Учеба здесь интересна, увлекательна и престижна. На сегодняшний день на факультете функционируют семь выпускающих кафедр – международного права, теории и истории государства и права, конституционного и муниципального права, административного и финансового права, уголовного права и процесса, гражданского и трудового права, земельного и экологического права, а также две сервисные кафедры иностранных языков, и русского языка. Все вышеперечисленные кафедры создавались, естественно, эволюционным путем. И на сегодняшний день на факультете работает более 180 преподавателей. Я хочу сказать, что за 50 лет на юридическом факультете созданы по крайней мере четыре ведущие правовые школы. Первая – это школа гражданского и трудового права, которую создавал Василий Кременевич Пучинский. Вторая – это школа Олега Андреевича Житкова, которая была создана на кафедре теории, истории, государства и права. Третья школа, которая олицетворяет кафедру международного права, была создана Игорем Павловичем Бличенко. И четвертая школа, которая была создана на кафедре уголовного права и процесса – это школа Бориса Степановича Волкова. За годы работы каждая кафедра факультета прошла свой путь становления и формирования. В учебной деятельности здесь успешно сочетаются традиции и опыт, накопленный за время их существования в ВУЗе. При этом активно применяются новые принципы и технологии образовательного процесса. На факультете сложились прочные, посвященные значимым вопросам научные школы. Основное направление, которое определило содержание и последующее развитие научной школы нашей кафедры, было заложено при участии ныне покойного доктора юридических наук, профессора, заслуженного деятеля науки Российской Федерации, Олега Андреевича Житкова, который долгие годы был деканом нашего факультета. Он вместе с профессором Мазолиным Виктором Павловичем по существу создал стройную систему преподавания и исследования сравнительно правовых аспектов частного права. Научно-исследовательская деятельность является приоритетным направлением на юридическом факультете. Она организуется в целях развития и приумножения творческого потенциала научных работников и сохранение научных традиций. Главной задачей научно-исследовательской деятельности является приобщение студентов к научной жизни. Ведущее направление научных исследований по выпускающим кафедрам сохраняет преемственность предыдущих поколений научных школ РУДН. С момента основания факультета особая роль отведена международному сотрудничеству. В масштабах местного уровня это серьезная работа с иностранными студентами и аспирантами, которые представляют более 80 стран мира. Они принимают активное участие во всех мероприятиях, проводимых факультетом. Например, в 2011 году в летней школе по правам человека приняли участие студенты не только российских вузов, но и из других стран. Программа школы была очень насыщенная, занятия проходили нестандартно. Студенты принимали активное участие в обсуждениях, задавали вопросы, вели диалоги с преподавателями. Лекции учащимся летней школой считали профессора из Америки, Ирландии и Бразилии. Одним из организаторов выступил старший советник комитета ООН по правам человека Дирк Хеббекер. Это действительно международная летняя школа по правам человека. Мы даем участникам широкое понимание о концепции прав человека, о том, какие международные механизмы и документы существуют, чтобы помочь людям лучше защитить свои права. Мы надеемся, что участники уедут отсюда с наилучшим пониманием и определенными навыками использования этих знаний в своей работе и особенно в своей работе по защите прав человека. Каждый человек обязан знать свои права, но для этого нужно всю жизнь учиться и совершенствоваться. Студенты из самых разных стран приобрели огромный опыт и узнали много нового. Но главное, ребята уверены, что у каждого человека есть право на счастье. Мария Салих, студентка магистратуры Вашингтонского университета в Сент-Луисе, США, считает свое участие в летней школе подарком судьбы. В данный момент я являюсь стажером в офисе старшего советника ООН по правам человека. Мне представилась такая возможность участвовать в летней школе по правам человека в РУДН, получить этот опыт, познакомиться с потрясающими преподавателями, людьми с похожими интересами и прекрасно провести время. У нас есть люди с общей интересами, и я просто очень радуюсь в моем время. На факультете активно работают летние и зимние языковые школы и стажировки. На кафедре международного права в настоящее время действуют три магистрские программы. Наиболее важной является программа «Международная защита прав человека», созданная под эгидой Организации Объединенных Наций. Только в этом году по этой программе к нам приезжает 11 зарубежных ученых, очень известных ученых, которые читают лекции на французском, на английском, на испанских языках. И все наши студенты, которые обучаются, они знают языки. После первого года обучения они проходят стажировку в Венеции. У нас есть соглашение с Венецианским консорциумом, где объединяются 44 европейские государства и университеты. И, соответственно, наши студенты летом проходят стажировки. На факультете создаются все условия для развития науки. Особое внимание уделяется научно-исследовательским работам и научным кружкам. Вот в октябре намечена конференция при Академии наук в Институте Африки. И вот уже 12 наших студентов, магистров, аспирантов заявили участие. То есть 12 выходцев из Африки, из Африки подчеркиваю, да, это студенты 3-го курса, 4-го, 5-го, 6-го, аспиранты, они уже заявили о своих выступлениях. Я думаю, что это очень весомые показатели, и мы следим за то, чтобы все время увеличивать. Кафедрами факультета проводятся научные семинары и студенческие кружки, где обсуждаются различные проблемы и аспекты права. Студенты принимают участие в юридических олимпиадах и научных студенческих конференциях, как в РУДН, так и в других вузах. Мы работаем еще и над новыми подходами в образовании. То есть на нашей кафедре, например, открыт курс практической направленности «Профессиональные навыки юриста», потому что речь идет о новых подходах, о том, что студентам надо давать не только знания, надо вооружать студентов еще и навыками, навыками работы в юридической профессии. На кафедре уголовного права и процесса открыты магистрские программы по направлениям «Уголовное право, криминология, уголовно-исполнительное право» и «Уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза, теория оперативно-розыскной деятельности». На кафедре создана своя научная школа, в основе которой лежит сравнительно правовой метод исследования. Выпускники кафедры работают во всех сферах юридической деятельности, в судах различной юрисдикции, в правоохранительных органах, а также занимают высокие должности в государственных структурах. Кафедра уделяет важное значение сотрудничеству как в науке, так и в правоприменительной практике с зарубежными странами. Мы используем зарубежный опыт, сравнительное правоведение, и выпускники кафедры, как в целом выпускники Университета Дружбы Народов, получают еще дипломы и переводчиков, юристов-переводчиков. Юридический факультет РУДН имеет славу элитного учебного заведения, готовящего специалистов в области юриспруденции для России, стран СНГ и дальнего зарубежья. Он первым в России перешел на двухуровневую систему обучения бакалавр-магистр и, как следствие, первым открыл магистрские программы по юриспруденции в России, имея за плечами более 20 лет опыта образования в данном направлении. Факультет имеет договор о сотрудничестве с органами государственной власти, Федеральным собранием, Советом Федерации, Государственной Думой, рядом судов Российской Федерации, а также некоторыми органами исполнительной власти и прокуратурой Российской Федерации. Отмечая сегодня 50-летие юридического факультета, особые слова благодарности хотелось бы выразить нашим ветеранам, тем, кто создавал юридический факультет, кто стоял у истоков создания первых кафедр, кто стоял у истоков создания прекрасного коллектива юридического факультета, Я тоже как ученик юридического факультета благодарен нашим преподавателям за то, что они воспитали огромную плеяду как российских, так и зарубежных специалистов, которые работают сегодня во всех уголках мира. Низкий поклон нашим ветеранам. Кафедра теории и истории государства и права была образована в 1960 году. Ее первым заведующим стал ученый, первый декан факультета экономики и права профессор Александр Филиппович Шибанов. Курс теории и истории государства и права входит в обязательную учебную программу всех студентов юридического факультета РУДЭН. Одной из ведущих является кафедра гражданского и трудового права. Здесь преподают такие дисциплины, как гражданское право, гражданский процесс, трудовое право, международное частное право. В сравнительное правоведение одно из основных научных направлений кафедра гражданского и трудового права РУДЭН. Кафедра международного права ежегодно привлекает в свои ряды огромное количество студентов, которые хотят изучать законы мирового сообщества. Некоторые сотрудники кафедры являются экспертами ООН по правам человека, другие входят в исполнительные органы Ассоциаций юристов России и международных объединений. Также выступают экспертами при Министерстве иностранных дел и других ведомствах. Кафедра административного и финансового права была создана в 2003 году в результате преобразования кафедры конституционного, административного и финансового права, существовавшей на юридическом факультете РУДЭН с 1996 года. Кафедра осуществляет активную научную и педагогическую деятельность. Кафедра конституционного и муниципального права также была образована в 2003 году. Сейчас она активно развивается. На базе кафедры проводятся всероссийские и международные конференции по проблемам конституционного и муниципального права. Большая научная работа ведется среди студентов, магистров и аспирантов. Кафедра земельного и экологического права – самая молодая кафедра факультета. Она была создана в 2008 году. На сегодняшний день эта кафедра ведет занятия не только на юридическом, но и на аграрном и экологическом факультетах. Ее коллектив является одним из лучших юридических коллективов в Российской Федерации. На кафедре уголовного права и процесса большое внимание уделяется подбору кадров, вопросам инноваций учебного процесса и развитию науки. При кафедре работает научный студенческий кружок, на котором обсуждаются актуальные вопросы уголовного права и процесса, криминологии, криминалистики и юридической психологии. Преподавательский состав факультета делает все возможное для того, чтобы как можно больше студентов, выпускников бакалавриата и магистратуры защищали свои выпускные работы на иностранных языках. Большую роль занимает профессиональная деятельность. Особое внимание уделяется новым методам и формам обучения студентов. В настоящее время на юридическом факультете достаточно активно используются информационные технологии обучения студентов. В частности, широко используются возможности учебного портала, который располагается на сайте РУДН. Очень много домашних заданий для самостоятельной работы студенты получают на личных страничках преподавателей. Проходит веб-тестирование, определяющий уровень знаний на момент обучения, на момент соответствующей лекции и на момент прохождения рубежной аттестации и итоговой аттестации по семестрам. Особое внимание на юридическом факультете в настоящее время уделяется приобретению студентами-юристами профессиональных навыков. Огромную роль в этом процессе играет наше студенческое конституционное бюро, которое было создано более 15 лет назад доцентом кафедры гражданского и трудового права Ольгой Владимировной Протоповой. За 15 лет, которые прошли с момента создания этого бюро, наши студенты оказали тысячи конституционных услуг жителям города Москвы. И мы благодарны им за эту работу, а также руководителю студенческого конституционного бюро Ольгой Владимировной Протоповой. Как отмечают представители известных работодателей международных юридических фирм, свое внимание при рассмотрении резюме они обращают прежде всего на участие кандидата в известных международных конкурсах. Студенты и преподаватели юридического факультета РУДН ежегодно принимают участие в различных состязаниях по правовой тематике, где занимают призовые места. Например, в 2011 году команда факультета приняла участие в международном конкурсе по коммерческому арбитражу имени Вильяма Виса. Конкурс существует уже 17 лет. Местом проведения основных слушаний является город Вена. Это один из самых престижных и почетных конкурсов в формате рассмотрения арбитражем экономических споров международного характера на английском языке, в котором принимают участие студенты из наиболее известных университетов мира. Конкурс проводится под эгидой комиссии ООН по праву международной торговли. Жанр конкурса «Учебный и судебный процесс» набирает все большую популярность в мире среди студентов, изучающих право. Плюс они получают опыт выступления в арбитраже, они получают опыт общения с другой стороны в процессе и с арбитрами. Студенты, участники команды получают сертификат участника этого конкурса. И, конечно же, наиболее известные юридические фирмы, как зарубежные, которые представлены на российском рынке труда, так и российские адвокатские бюро, они понимают, какая подготовка есть у этих студентов. И, конечно же, студенты, у которых есть сертификат участника этого конкурса, они обладают преимуществом при приеме на работу в эти компании. Кафедры гражданского и трудового права юридического факультета РУДЭН при содействии кафедры иностранных языков и финансовой поддержки руководства факультета для участия в конкурсе была подготовлена своя команда. Подготовка длилась более года. Для участников отборочных туров проводились круглые столы по обсуждению основных положений в сфере международного торгового оборота и международного коммерческого арбитража. В апреле 2011 года в городе Вена команда РУДЭН выступала против команд таких вузов, как Правовой центр Таура США, Национальный университет Парагвая, Международный университет во Флориде, Университет Амстердама. Арбитры из США, Великобритании, Италии, Германии и других стран отметили профессионализм и высокий уровень подготовки команды РУДЭН. За последние годы студенты нашего факультета принимали участие во многих всероссийских и международных конкурсах по своей специальности. Я как декан факультета хочу отметить прекрасные результаты наших ребят, потому что они завоевали очень много первых, вторых и третьих мест на этих конкурсах наряду с ведущими юридическими вузами России. Кроме того, наши студенты имеют большое преимущество перед всеми другими студентами-юристами Российской Федерации, потому что они могут говорить на одном или нескольких иностранных языках и изучают язык специальности. И за это я хотел бы выразить слова благодарности преподавателям и заведующей кафедрой иностранных языков от Абековой Анастасии Анатолиума. Ежегодно Российский университет дружбы народов выпускает во взрослую профессиональную жизнь настоящих специалистов своего дела. Юридический факультет по праву гордится своими выпускниками. Редактор субтитров А.Семкин Я хочу поздравить мой любимый факультет, наш любимый факультет с его праздником, с 50-летием и пожелать его юбилея всего самого светлого, замечательного, доброго и радостного. А самое главное, умных и талантливых студентов, замечательнейших преподавателей, которые у нас и так есть, и выпускников, которые любят, чтят и помнят свой альмаматор. Я хочу пожелать факультету нашему счастья и просвещения, и чтобы у нас на факультете приехали еще много-много студентов, для того, чтобы факультет наш подготовил специалистов для всего мира. Стать студентом юридического факультета Российского университета дружбы народов – ответственный жизненный шаг, ведь здесь формируется будущее российская и зарубежная юридическая элита. Уважаемые профессора, преподаватели и дорогие наши выпускники! Мы отмечаем 50-летие юридического факультета и как одного из первых факультетов в рамках факультета экономики права при создании нашего университета. В прошлом году мы отметили 50-летие Университета дружбы народов, и университет еще раз стал известен всему миру. Нас поздравили с замечательным юбилеем генеральный секретарь Организации Объединенных Наций, президент Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев, который наградил 14 профессоров и преподавателей университета государственными наградами. Нас поздравили генеральный секретарь Совета Европы, Европарламента, генеральный директор ЮНЕСКО направила в Москву, в Кремль большую делегацию и наградила университет золотым знаком высшей награды ЮНЕСКО. И сейчас мы отмечаем 50-летие наших факультетов. Юридический факультет – очень известный факультет среди всех юридических факультетов и высших учебных заведений Российской Федерации. И он известен не только благодаря тем замечательным профессорам, преподавателям, которые работали и работают на этом факультете. Он замечательен, конечно, и благодаря вам, выпускникам этого факультета. Среди выпускников факультета я могу назвать целый ряд таких выпускников, которые и в России, и за рубежом приносят славу нашему университету, славу замечательному юридическому факультету. Среди российских выпускников я могу назвать выпускника 1974 года Гребенникова Валерия, который сейчас является вице-губернатором Иркутской области. До этого был много лет депутатом Государственной Думы Российской Федерации и был первым главным государственным арбитром Российской Федерации. Это Платонов Владимир Михайлович, выпускник 1983 года, который с 1994 года является председателем Московской городской думы. Это выпускник 2000 года Андрей Александрович Клишес, который является президентом Норильского Никеля, который был вице-президентом, председателем Совета Интероса, который поддерживает постоянную связь с университетом и преподает как доктор наук, профессор на юридическом факультете. Если говорить о республиках СНГ, то, конечно, надо прежде всего отметить выпускника факультета Масимова Каримка Жемкановича, премьер-министра Республики Казахстан, который действительно является выдающимся выпускником юридического факультета, хотя бы потому, что он не только премьер-министр, но это, наверное, единственный премьер-министр в мире, который знает столько иностранных языков. Он свободно владеет, конечно, казахским, русским, английским языками, но он знает и свободно владеет китайским и арабским языками. Если брать данные зарубежья, то можно назвать выпускника 1981 года Мизанура Рахмана, уполновоченного по правам человека Республики Бангладеш, который в прошлом году был признан лучшим профессором Дагского университета. Можно назвать также выпускника 1966 года, одного из первых наших выпусков, господина Пабло Армулеса Кентера Панама, который был многие годы директором Института Панамского канала, был генеральным секретарем Ассоциации юристов страны. Из арабского мира можно отметить выпускника 1981 года Мустафу Навейсе, ныне проректора Дипломатической академии Иордании, а также Вабешета Синегеоргиса Эфиопия. Сейчас он является судьей федерального высокого суда Эфиопии, а это наш выпускник 1992 года. Я назвал только некоторых выпускников, потому что многие из выпускников стали уже докторами наук, заведующими кафедрами в нашем университете. И, конечно же, можно было назвать только тех, кто на какой-то постоянной основе поддерживает связь с университетом, с факультетом. А на самом деле многие, не только десятки, но и сотни выпускников юридического факультета работают, занимают высокие должности и на хорошем счету у общественности, и как профессионалы в своих странах. Я, конечно, хочу поздравить с этим достижением весь коллектив юридического факультета. Это наш с вами общий праздник, это очень важный 50-летний рубеж факультета. И я желаю, конечно, успехов и преподавателям, профессорам факультета, и, конечно, всем его выпускникам во всех уголках земного шара. Субтитры создавал DimaTorzok